И всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Кондраков67 и это видео по Space Engine 0990 друзья. Сегодня в этом видео я буду делать обзор мода полностью терраформированной солнечной системы. Кстати, мод мне прислал мой хороший друг и подписчик Арсений Касьянов, он же именно товарищ Луисей или просто Лысый, если я не ошибаюсь. Ссылочки на его канал будут конечно же в описании под моим видео. Ну что ж, начинаем. Как можете видеть, мы сейчас находимся на краю Земли. Первым же делом мы начинаем с планеты Меркурий. Вы просто посмотрите, 19 планет жизнью, вы просто представьте себе такое количество планет. Ну что ж, вот такой у нас Меркурий, кстати говоря, полностью терраформирован. Можем кстати отсюда увидеть, как у нас кратеры заливаются водой. Конечно же, можно было и зеленую планету сделать. Можно зайти на Shift F2, вот здесь зайти. Вот там появится такой вот инструмент Modulate Color. И здесь можно менять цвета поверхности. Ну, в данном случае, пускай у нас будет зеленый цвет. Ну, пускай такой зеленый цвет будет, чтобы, ну, просто для интереса посмотреть. Ну что ж, вот теперь вот такой вот Меркурий будет выглядеть зеленый. Так, ну что ж, в принципе, так, температура у нас 10 градусов. Парникуй эффект 33 градуса. Состав атмосферы у нас почти такой же, как и у Земли. Состав гидросферы точно такой же, как у Земли. Все отлично. Так вот, единственная одна проблема здесь. Гравитация, конечно же, 0,37. А мы переходим к следующей планете. Это Венера. Ой, чё я не то нажал. Вот у нас Венера. Венера, соседка Земли, если я не ошибаюсь. Вот так у нас теперь Венера стала выглядеть после терраформирования. Ну что ж, температура у нас 14,4 градуса. Парникуй эффект 59,5 градусов. Давление от атмосферы. Отлично. Гравитация, правда, здесь на 10% ниже земного, если я округляю. Ну, в принципе, гравитация терпима. Вот такое у нас Солнце красиво светится. Ну и вот так у нас будет выглядеть примерно терраформированные Венеры. Можно было, конечно же, добавить зелень. Тогда бы красочнее смотрелось бы. Ну, давайте попробуем приземлиться. Ну, хотя бы приземлиться на поверхность Венеры. Просто прикинуть, какие тут облака. И вообще, как смотрятся вот эти облака. Ох, облака просто шикарно смотрятся, я тебе скажу. Просто шикарно. Ну, в принципе, вот такие вот облака у нас, классные такие облака. Просто прелесть. Ну что ж, ну, Земля у нас понятна и так. Земля и так у нас пригодна для жизни. Поэтому мы сейчас переходим к спутнику Земли Луна. Вот так у нас теперь Луна будет выглядеть после терраформирования. А она имеет уже красивую такую атмосферу. Земные облака и кратеры залиты водой. Так, у нас умеренно морская мини-терра с жизнью. Солнечные сутки здесь 29,5 земных дня. Это, конечно же, в 29,5 раз больше, чем на Земле. И в данном случае здесь можно увидеть полярное сияние на Луне. В принципе, Луна у нас полностью терраформирована. Здесь пригодна для жизни. Температура здесь 30 градусов. Ну, многовато, конечно, но... Ничего, что поделаешь. Ну что ж, переходим к Марсу теперь у нас. Умеренная морская субтерра с жизнью. Вот такая у нас будет четвертая планета после терраформирования. Вот так она примерно будет выглядеть. В данном случае здесь температура у нас 21 градусов. Состав атмосферы азот, кислород, аргонов. Что мы можем видеть? Кстати, у нас теперь на Марсе появились океаны. Океаны даже появились. Такое вот озеро здесь и вот такой вот огромный северный океан. Если я не ошибаюсь, ну, примерно вот так вот Марс будет выглядеть после терраформирования. Согласись, это же просто шикарно. Смотри, это же просто шикарно смотрится. Как же прекрасно, когда Марс у нас терраформирован. Да еще и с океанами, морями, экосистемами. Мы переходим к церере, к орликовой планеты. Смотрим, как у нас будет выглядеть церерка. В данном случае примерно так выглядит церера. Но она какая-то слишком овальная. Вот так у нас будет выглядеть церера после терраформирования. Температура здесь немножко не соответствует показателю земными. Ну и главная проблема, опять же, тяготение здесь слишком маленькое. Из-за того, что здесь тяготение слишком маленькое, церера может полностью потерять атмосферу. В данном случае из-за гравитации низкой. Давайте опять немножко приземлимся и посмотрим, как будут выглядеть облака на церере. Ох, просто, ну ты посмотри, просто шикарно, я даже тебе скажу. Ты просто посмотри, как великолепно смотрятся облака. Облака какие-то слишком гористые. Если поправить, то, в принципе, примерно такие же облака будут, как и на земле. Ну, вот такие вот облака у нас будут выглядеть на церере. Слушай, ну просто шикарно смотрится, согласись. Это же просто волшебно, даже тебе скажу. А мы переходим к спутнику Юпитеру. Ио. Вот такой вот терраформированный Ио у нас будет выглядеть. Главная проблема, я увидел в том, что Ио находится внутри радиационного пояса Юпитера. А это значит, если Ио находится внутри радиационного пояса Юпитера, то радиационный пояс Юпитера будет создавать проблему при колонизации Ио, возможно, в будущем. Следующий спутник, который будет у нас. Европа. Умеренная коническая мини-аквария жизнью. Вот как подтверждают результаты. Если растопить все льды на Европе, особенно если растопить все слои водяного льда на Европе, то Европа может превратиться в планету Океаниду. Ну вот, в принципе, данное терраформирование Европа подтверждает этот результат. Теперь у нас не суши. У нас не видно. Только сплошная вода. Так, Ганимет. Переходим у нас к спутнику Ганимет. Вот так у нас будет выглядеть Ганимет после терраформирования. Конечно же, если бы можно было бы добавить зелень, терраформированные планеты Солнечной системы смотрелись бы гораздо интереснее. Согласись, это же интереснее бы просто смотрелось. Ну вот так у нас будет выглядеть примерно Ганимет. Переходим к теперь у нас Калисто. А что здесь интересно? Это то, что Калисто находится вне радиационного пояса Юпитера, что упрощает колонизацию в будущем. Так, переходим к Сатурну. Энцелад. Давайте переходим к Энцеладу. Энцелад. Вот такой у нас будет Энцелад. Умеренная океаническая микроаквария с жизнью. Вот такая у нас будет планета Океанида выглядеть. В данном случае я так думаю, что если я не ошибаюсь, то обычный Энцелад, я так думаю, там должен быть водяной лед. Если я не ошибаюсь. Переходим к Титану. К Титану у нас умеренная морская субаквария. Ну что ж, вот так у нас будет выглядеть Титан. Правда, он почему-то полностью затоплен. Хотя, на Титане могло быть и суши. Ну, в данном случае, ну ладно, пускай так выглядит. Так, Уран. Ну, в принципе, ну, в принципе, все спутники Урана у нас терраформированы. Они не особо-то интересны. А давайте слетаем на Тритон. Может быть, посмотрим, что там интересного здесь есть. Это умеренная морская мини-аквария с жизнью. Вот так у нас будет выглядеть Тритон после терраформирования. Последнее. Сегодня это у нас карликовая планета Плутон. А вот самое интересное здесь. Вот так вот будет выглядеть Плутон после терраформирования. Даже вот такое вот есть большое озеро на Плутоне, согласись. Ну и Харон в данном случае. И все, на сегодня заканчиваем эту серию. Вот так у нас будет выглядеть Харон. Это у нас уже морская микроаквария с жизнью. Ну что ж, в принципе, на сегодня все. Не забываем подписываться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить данное видео. Ну что ж, на этом я с вами заканчиваю. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok